На городском пляже сегодня многолюдно. Азбестовцев буквально манит окунуться в прохладу, что некоторые с удовольствием и делают. Даже несмотря на то, что официально купальный сезон еще не открыт. Валентина Хазаренко в этом году искупалась впервые. Говорит, вода в речке хорошо освежает. Вода хорошая, солнце греет. Сильно загорать не будем, но отдохнуть это удовольствие. Час-два. Можно себе позволить такое счастье. Кто-то же зайти в воду пока не решается. Ксения Берсенева считает, что купаться пока еще рано. А вот прогуляться рядом с речкой – самое то. Прогуляться, позагорать, полежать. Как бы вот так вот настроение поднимает. А вот Владимиру Каратаеву настроение поднимает прогулка на велосипеде. Говорит, нужно успевать ловить жаркие деньки. Ведь уральская погода очень капризная. Я вот там, когда заезжал на Бодрость, там птички поют. Это вообще такое многоголосие. Я просто поражен. Оказывается, столько в мире прекрасного. А мы все куда-то летим, гонимся. Но отдыхать нужно с умом, уверены горожане. Многие отправляются на прогулку в лес. Виктор Пипко большую часть времени проводит на природе. Знает, что в этот период клещи активны. Поэтому не забывает о мерах предосторожности. Это известные спреи, мази, одежда, кто хочет, ходит в лес. Не стоит забывать и о самоосмотрах. По словам врачей, с наступлением теплых дней число пострадавших от опасных кровососов резко увеличилось. Если клещ успел впиться, нужно в срочном порядке обратиться в больницу. При обнаружении впившегося насекомого следует обратиться в рабочее время в поликлинику номер 3, в травматологическое отделение, в праздничные выходные дни, в приемное отделение городской больницы. Чтобы не испортить себе отдых, также важно помнить о других простых правилах. В жару нужно пить как можно больше воды, надевать одежду светлых тонов и не забывать о головном уборе.